а вот скажи пожалуйста по моему такой очень важный вопрос потому что много говорят энергопрактики энергопрактики что же вот как бы то охарактеризовал что же такое энергопрактики энергопрактика это какая-то методика которая при практиковании этой методики она активирует и задействует энергетические ресурсы человека и окружающего мира окружающей следы навскидку самая распространенная энергопрактика это феншуй потому что феншуй весь призван практиковать правильную работу с энергетикой дома домашнего помещения энергетикой рабочего места энергетикой сада энергетикой парковки неважно феншуй это наука которая учит человека работать правильно со стихиями с разными проявлениями природной энергии мы сами по себе также являемся значит микрокосмосом то есть как есть вселенная есть планеты есть галактика мы точно также являемся микрокосмосом и внутри нас естественно проходит какие-то энергетические у нас есть целая энергосистема у нас есть какие-то энергетические центры чакры естественно все это должно взаимодействовать с окружающим миром человек не должен быть вырван из общей энергетической системы то что в мире все есть энергия это уже доказано физиками так доказано наукой значит зная о том что все есть энергия человек может благоприятно для самого себя и очень эффективно и очень самое главное гармонично жить и практиковать какие-то методики которые повышают его энергетику которые гармонизируют его энергетику что такое гармонизация это фактически путь к здоровью благополучию хорошему настроению то есть меняются какие-то системы внутренний состав духовный то есть вибрации человек вибрирует уже на более высоких вибрациях подводя итог тому что я говорю энергопрактика это методика практическая методика это не теория это именно практическая методика которая направлена на работу с энергетикой энергетикой человека природы мира вселенной космоса планеты земля неважно то есть это что то что работает методика которая работает с энергией спасибо большое вот скажи пожалуйста энергетических практик сейчас великое множество как говорится куда ни плюнь попадешь обязательно каждый будет рассказывать об энергопрактике вот хотелось бы узнать скажи пожалуйста есть ли у тебя какие-то критерии которые как бы позволили определить вот скажет ли энергопрактика идет к развитию духовности потому что не зная как говорится броду можно залезть в такую воду что потом не будешь знать когда занимаясь энергопрактикой не будешь знать как потом оттуда выкарабкаться очень хороший вопрос очень интересный вопрос я свой ответ построю таким образом конца этого вопроса пожалуйста ведут ли все энергопрактики к духовному развитию то есть это то что ты имела ввиду да да или же можно попасть в какой-то дебри завернуть что не видел можно сказать что например бокс тоже энергопрактика там энергетика человека ой как изменяется но ведет ли это в духовном да я не ничего против бокса не имею конечно просто вот исходя из очень хороший у меня есть очень хороший ответ на него потому что действительно я могу сказать начать именно с духовного развития к духовному развитию ведет все наше сама жизнь основное ее задача это наше духовное развитие поэтому неожиданная точка зрения поэтому да поэтому прекрасно нельзя сказать что только энергопрактика или меню или бокс это что-то что ведет или не ведет духовно родить и мы все равно духовно развиваемся и это абсолютно не важно занимается человек боксом или энергопрактиками потому что жизненные обстоятельства все равно складываются таким образом которые они способствуют духовному развитию даже если кажется что человек деградирует и занимается не очень позитивными делами это все равно это одно из состояний которые являются неотъемлемой части духовного развития наша сама жизнь и все ее проявления в том числе энергопрактики блок медитации обзорство и так далее это все опыты которые являются составляющими жизни которая призвана жизнь сама нас духовно развивать хорошо давай уже закончим вопрос об энергопрактиках таким образом что допустим вот ну кто-то послушать заниматься нахи не заниматься вызовет на него какой-то интерес но с другой стороны вот ты говорила что у тебя издействия может вызовет а может нет потому что у меня например извини что я тебя перебила у меня есть ученики которые там несколько лет где-то вот так по краю что ходили по моему сайту иногда заходили иногда смотрели выходили и только через какое-то только время они зарегистрировались и начинали обучение это тоже да это нормально а кто-то может быть посмотрит и скажет полная чушь это каждое право выбора я всегда уважаю ради бога у каждого есть право выбора это самое кто-то идет в ресторан кто-то все кто-то не идет вообще никуда а кто-то идет в мы не будем да так что допустим ну кто-то вот все-таки заинтересовался но вот считает что с детства у него никаких вот таких склонностей и способностей ни к семье нигде ничего с ним ничего не случалось необычного есть ли такая если вот например возможности него вот допустим мой муж меня неоднократно говорил вот я не понимаю как вот ты пошла обучаться рэйке и вот вот теперь ты его старитель вот не может быть человек с этим должен родиться вот на самом деле это так если человек ничего в себе с детства не чувствовал может ли он начать заниматься если у него так сказать будет ли прогресс да нет у него никаких обычный он никакой повышенной интуиции никогда не страдал так сказать ничего вот такого был вот я не знаю таким вот человек обычным вот советским человеком который вот бога нет вот то что вижу пока не пощупаю и поверю если даже что-то такое случилось ну мало ли что это в общем это все можно списать на какой-то случай и вот таким образом и вдруг этот человек он думает ну вот что-то интересное вот в энерго почему бы не попробовать вот я такой хожу на работу прихожу с работой ничего у меня не изменяется в жизни а мне уже 50 лет а что неужели я только пришел только для этого чтобы как говорится только для той цели дом построить дерево вырастить скакать спать и это самое понятно да и вот 20 лет может быть этим вопросом мама кто задается когда ты чувствуешь что ты уже ко второй половинке там в твоей жизни так сколько бог даст пришел начинаешь задуматься для чего же все таки я пришел вот это хороший очень момент смотри у меня очень замечательный ответ на этот вопрос то есть как бы понимаешь ну хоть я сначала хочу обратить свое внимание на разделение в твоем вопросе есть разделение которое для меня не резонирует я не разделяю людей на имеющих вразднованной способности и не имеющих почему потому что я считаю что все люди имеют способности я в этом тоже убедилась потому что я объясню что давай будем отталкиваться первоначально от слова врожденные духовные способности и вообще духовная субстанция не имеют ничего общего в этом контексте конкретно в контексте этого вопроса не имеют ничего общего с нашим телом поэтому если смотреть на глобально принимая во внимание процессы интернации то врожденные это то что внутри нашей духовной субстанции это не то что является в теле значит врожденные способности которые то есть память о своих способностях обо всем то чем обладает душа подобие Бога и эта душа духовная субстанция несет в себе из инкарнации в инкарнации естественно что в ней они все абсолютно способности есть абсолютно все способности прийти к тому же Богу только может быть немножко на более других вибрациях потому что все таки уменьшенная форма Бога вот наша духовная субстанция она несет в себе абсолютно все способности поэтому я не приемлю постановки вопроса когда идет разделение у одних людей они есть у других нет нет людей у которых нет врожденных способностей они есть у всех поэтому вторая отметка которую я хочу отметить в твоем вопросе это слово вдруг вот это вдруг оно все равно рано или поздно происходит может быть не в этой инкарнации может быть в следующем но вот это вдруг это какая-то вот эта память то есть способности о том что желание их проявить то есть это вдруг оно не просто так приходит а именно потому что есть эти способности то есть они есть у всех но для того чтобы пробудиться мы когда инкарнируемся то у нас затушевывается память о наших предыдущих инкарнациях о нашем предыдущем опыте не у всех конечно есть в мире существуют люди которые помнят при помощи разных методик и допустим медитаций можно узнать регрессы прошлой жизни и так далее но мы сейчас не об этом говорим мы говорим что в основном люди не рождаются они не помнят кем они были до этого какие опыты они получали но в нас это заложено у нас это заложено и мы естественно на каком-то этапе что-то какие-то определенные события двигают нас могут сподвигнуть нас на восстановление частично вот этой памяти которая говорит вот тебе вот нужно духовное развитие тебе не хватает этого вот ты уже все попробовал ты уже покушал покакал поспал вдоволь уже там пол жизни испытал это испытал то есть еще чего-то чего тебе в жизни не хватает ты пока может быть не совсем знаешь что это но если ты не будешь искать ты так и не узнаешь поэтому духовный как бы вот этот поиск он рано или поздно накрывает многих всех людей просто разные периоды в разной информации в соответствии с опять таки вставленными задачами способности есть у всех я хочу особо подчеркнуть здесь что здесь еще очень важно как человек на что направляет цель развития этих способностей то есть если человек действительно имеет духовный порыв душевный понимать что ему что-то не хватает и вот он хочет что-то искать что он будет искать то чего ему не хватает и его побуждение им двигает желание дополнить этот пазл который недостающий пазл здесь действительно тогда будет развиваться вот этот поиск духовный будет развиваться по запланированному плану если же человек впадает в корыстные цели скажем так в гордыню и другие не очень определенные вещи по человеческому мнению и хочет например стать ясновидящим для того чтобы получить быстрые ответы для того чтобы ничего самому не решать а просто уже готовые информацию вытаскивать из хранителя каши смотреть другим людям нарушать чужое пространство и все обо всех знать корыстные что называется цели то человек все равно придет к той точке к которой он должен прийти это будет еще виток который ему нужно сделать и наломать самому дрову и потом получить по башке за эти наломанные дрова но он все равно придет кто же это он просто как бы увеличит себе процесс он удлинит временной отрезок выделенный на достижение допустим с этой ступени по эту ступень он просто его удлинит но к нужному знаменателю приходят все и получит в это время большее количество шишек да ну потому что видимо ему конкретно этому человеку для того чтобы дойти до своего знаменателя нужно именно так кто там так а кто-то так что он со мной поможет и вы что он может что он что он может это что он не он Продолжение следует... 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 Продолжение следует...